Ваня, давай, немного! У тебя что получится? Зубали, купляйся! Впервые без подготовки, но с огромной силой воли Иван Избийска штурмует масленичный стоп. На полпути сил уже нет, но зрители своей поддержкой словно подбрасывают его к вершине 11-метрового столба. Я кажется, все, он уже, у него эйфория, он понимает, что он сидит. В этом году желающих покорить вершину рекордное для новотрышки на число 118 мужчин. Одни в считанные секунды взлетали наверх и сбивали призы, другие сдавались сразу. Но за самое долгое и напряженное восхождение запомнили, пожалуй, только Ваню Избийска. У тебя все в крови вообще? Да, действительно, у меня руки, ноги, они все выширканные. Благодаря поддержке людей, благодаря своей вере в победу я достиг этой цели. Я залез на столб, сорвал подарок, я выиграл пылесос. Ты Ваня, который, да? Да. Я же охрипла, Ваня, за тебя. Ваня, я тебя сняла, дома всем покажу, какой ты молодец. Молодец. Спасибо большое. Праздник русской души на сибирском подворье принял 30 тысяч человек. Среди них немало жителей Казахстана, Германии, Франции, даже Испании. Иностранцы с удовольствием играли в русские забавы, участвовали в конкурсах и пускались в пляс. Как настроение? Наши спонсоры, это уже сам туроператор, предлагающий широкие средства условий. Ну, внуки, у меня энергия такая, все радостные, тепляшки, танцуют. Ай, на гормошке, кто играет, тот хороший человек. Ай, честочки-то поет, тому здоровья Бог дает. Концерт, все понравилось. Участвовали во всех конкурсах, колеса катали. Выиграли шапки для этого, ну все, с гущенку. Тонна шашлыка, 10 тысяч литров чая и 10 тысяч блинов. Ни один гость не остался голоден. Кстати, блинчики, хоть и без особых изысков, но безумно вкусные. Алтайские хозяюшки назвали главный ингредиент, без которого блин не блин. Ну, наверное, нужно в душу вложить, чтобы это все получалось с любовью. На природе вкуснее, говорят. Конечно, да, с горяченьким чайком, прямо с ковородочки. А это новинка сибирской масленицы – взятие снежного городка. В рукопашном бою в исполнении профессиональных каскадеров столкнулась зима и весна. Стенка на стенку больше ста человек – самая зрелищная сцена. Зима упорно защищала свои права, но все-таки отступила, выступив вместо солнцу и теплу. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.